Привет! Что читаете? Сегодня дежурный по чтению я, Алина Осокина. И я хочу рассказать вам о книге Венедикт Ерофеев «Посторонний» авторов Олега Ликманова, Михаила Свердлова и Ильи Симоновского. Венедикт Васильевич Ерофеев – советский писатель-постмодернист, автор знаменитой поэмы в прозе «Москва петушки». Я держу в руках второе издание биографии Ерофеева от этого коллектива авторов. В книге представлены ранне публиковавшиеся фотографии и материалы из личных архивов семьи и друзей Венедикта Ерофеева. Используя свидетельства современников, архивные документы, материалы, дневники, воспоминания, авторы пытаются отделить правду от мифов, нарисовать портрет человека, стремившись к абсолютной свободе в прозе и в жизни. Каждая глава построена таким образом, что сначала идет традиционная биография, важные этапы в жизни автора, – рождение, учеба в университете, служба на кабельных работах, а также болезнь и смерть. И параллельно его истории в книге разворачивается биография Венечки, подробный анализ его путешествия из Москвы в Петушки. В 2019 году авторы Олег Ликманов, Михаил Свердлов, Илья Симоновский за свой роман «Медикта Ерофеев посторонний» получили национальную литературную премию «Большая книга». 24 октября 1938 года в поселке гидростроителей Невы-3, располагавшемся на окраине города Кандалакши, Кольский полуостров, Мурманская область, у начальника станции ЧУПа Кировской железной дороги Василия Васильевича Ерофеева и домохозяйки Анна Андреевна Ерофеевой в девичестве Гущины родился сын, который стал пятым и последним ребенком в семье. До этого в 1925 году на свет появилась старшая дочь Тамара, в 1928 старший сын Юрий, в 1931 дочь Нина, в 1937 предпоследний сын Борис. «Моя родина» в 1938 году, когда вынашивала меня, была в интересном положении, отметить Ерофеев в записной книжке 1978 года. «Младшего сына мама называла необычно, Венедикт», вспоминала самая старшая сестра Ерофеева, Тамара Гущина. Это имя ей давно нравилось и было связано с воспоминаниями молодости. Рядом с их селом было большое имение помещика Ерофеева, у которого сына звали Венедиктом. Может, Венедикт и сам по себе ей нравился, были какие-нибудь романтические воспоминания, не знаю. Но мама и мы все, семья-родственники, называли его не Веня, а Вена, потому что Вена, как мама объясняла, это уменьшительное от Вениамина. Вена был всеобщим любимцем, тихий, кроткий, худенький мальчик. Вена, мы так его звали в семье, своим именем очень был доволен. Нас с сестрой называли Нина и Тамара. «Мам», – спрашивала я, – «ну что же ты нам грузинские имена дала?» Мама отвечала, – «а ты хотела бы, чтобы я тебя назвала Искрой? Я родилась в 1931 году, тогда это имя было модно». Мама шутила, конечно, рассказывает еще одна старшая сестра Венедикта, Нина Фролова. Она же с понятной обидой говорит о том, что младший брат, став взрослым и сойдя с обычной социальной орбиты, долгое время демонстративно не придавал никакого значения родственным связям и чувствам. Когда жил у нас в Славянске, без конца моего мужа подкалывал тем, что он партийный человек, а сам при этом был у него на работе подчиненным. Но Юрий, как гостеприимный хозяин, терпеливо все это сносил, а он заявлял, – «я не признаю никаких родственных отношений, приходится пользоваться, так же, как вот пользоваться туалетом приходится». Досадует Нина Фролова и на то, каким Ерофеев выявил в одном из своих юношеских произведений их отца. Вена ведь в записках психопата называет подлинные фамилии, а пишет чушь собачью о самых близких людях. Отца изображает там, что он такой был пьяница, чуть ли прямо не напился и уснул головой в тарелке. Речь идет о том, изобилующем натуралистическими подробностями фрагменте из-за подажной ранней прозы Ерофеева, в котором отец медленно поднимает седую голову из тарелки, физиономия сморщенная, в усах лапша. Затем он наливает водки сыну, веньке, и материт жену. «Папа был такой аккуратист, такой был частюля, чтобы он себе такое позволил», – возмущается Нина Фролова. «Он говорил, как этот мужчина может упасть? Я в своей жизни не упал ни разу». Однако Тамара Гущина прибавляет. Когда папа вышел из заключения, это был уже не тот человек. Когда он зарплату получал, ему нужно было обязательно напиться. В позднем интервью Леониду Прудовскому Ерофеев, отчасти подначиваемый собеседником, рассказывает о семье и детстве не с надрывной истерической интонацией, характерной для записок психопата, а с шутливо-иронической, как бы руководствуясь собственным рецептом из записной книжки 1972 года. Не самая ирония, а самоглумление, самопотрунивание. Родители были, грустная мамочка и очень веселый папочка. Он был начальник станции, папеньку в 1938 году, когда я родился, только и видели. И действительно, папеньку мы увидели только в 1954, естественно, по 58 статье. Припомнили ему, что он по пьянке хулил советскую власть, ударяя кулаком об стол. Не хочется выступать здесь в роли доморощенных психоаналитиков и множить банальности, но почти невозможно отделаться от ощущения, что, рассказывая это, Ерофеев привычно уходил от серьезного и больного для него разговора о своем детстве. А оно было очень тяжелым, даже на фоне трудного взросления всего поколения советских людей, родившихся незадолго до начала Великой Отечественной войны. Показательная деталь в интервью Прудовскому Ерофеев намеренно и весьма сильно исказил реальные факты, ведь на самом деле его отца арестовали не в 1938 году, сразу после рождения младшего сына, а в 1945 году, когда Венедикту было уже почти 7 лет. Не для того ли это делалось, чтобы вычеркнуть из своего раннего детства отца и таким образом избежать дотошных расспросов о нем? Сам Веня о Тамаре Васильевне, сестре, говорил о родителях никогда, пишет Людмила Евдокимова. Венька никогда не говорил о своей семье и близких, вспоминает и сосед Ерофеева по общежитию в Орехово-Зуевском педагогическом институте Виктор Евсеев. Не то, чтобы Венечка об этом рассказывал, но мы знали, что его отец был репрессирован, что для него это была трагедия. А так, чтобы он рассказывал что-нибудь действительно на разрыв аорты о своем детстве, нет, не особо он любил об этом распространяться, свидетельствует поэт Вячеслав Улитин, познакомившийся с Венедиктом и Владимиром в начале 1960-х годов. Если Ерофеев все-таки заводил с приятелями речи о семье и об отце, то часто украшал эти истории абсолютно фантастическими подробностями. Он мне рассказывал о детстве, о станции Чупа, вспоминает прозаик Евгений Попов. А вот что говорят читатели об этой книги. Очень живая биография, авторы действительно проделали большую работу, собрал свидетельства жизни и творчества столь неоднозначного и сложного человека. Триумфир от авторов создал замечательную биографию Венедикта Ерофеева, которого нет с нами почти 30 лет, а интерес к нему и его творчеству не утихает. Спасибо авторам за книгу, невероятно интересно. И, конечно, после прочтения уже совершенно по-иному воспринимаешь великую ерофеевскую поэму. Много печали, прозы жизни, иногда самый низменный, но сквозь это так или иначе пробивается свет таланта создателя москвы петушков. Отдельно хочется отметить композицию данной биографии. Очень, на мой взгляд, к месту приходится вставки литературоведческого анализа. Быт и бытие чередуются тут, как, собственно, и в петушках. Отличная биография. Рекомендуется к прочтению решительно всем, даже тем, кто в творчестве Ерофеева не зуб ногой. Возможно, это лучшая популярная биография на русском языке о русском в принципе. Он мне рассказывал о детстве, о станции Чупа, вспоминает прозаик Евгений Попов. Он же мне сказал, что его отец был начальником станции маленькой около Чупы. А потом, когда пришли фашисты, ни то финны, ни то немцы его заставили быть начальником этой же станции. И потом, когда советская власть возвратилась, финнов выгнали, его посадили за сотрудничество с врагом. Причем Венедикт Васильевич мне это рассказывал буквально со слезами на глазах. Я ушел просто на крыльях оттуда, очень был растроган этой историей, пока не оказался в Чупе и не узнал, что его не брали ни немцы, ни финны. Она не была завоевана, это раз. И второе, что отца Венедикта Васильевича Ерофеева посадили не за сотрудничество с врагом. Попробуем же здесь восстановить подлинную хронологию событий. Родители наши из Ульяновской области, с Поволжья, вспоминает Нина Фролова. Село, откуда отец и мать были родом, называется Илшанка. Состояло оно в 1920-е годы из более чем 500 дворов. До революции Ерофеевы в селе считались крепкими середняками. В их хозяйстве имелись корова и лошадь. Василий Васильевич Ерофеев родился 22 июля 1900 года по старому стилю и был крещен на следующий день. В метрической книге «Симбирская духовная консистория» сохранилась запись об этом событии, в которой упомянуты родители младенца. Села Илшанки, однодворец Василий Константинович Ерофеев и законная жена его Дарья Афанасьевна, оба православные. На Анне Гущиной Василий Ерофеев женился в начале 1920-х годов, а летом 1925 года молодая пара снялась с насиженных мест. Отец и его братья уехали на север и все стали железнодорожниками, рассказывает Нина Фролова. В общем-то наше детство на Кольском полуострове было такое нищее, что и вспоминать его не хочется. Но отцу полагались бесплатные билеты и мы каждый год ездили на родину, в его деревню. Нужно сразу отметить, что никакие тяготы нищего детства не мешали Венедикту Ерофееву уже во взрослой жизни совершать ностальгические поездки на родину. Что он любил точно и безоговорочно, так это свой Кольский полуостров, вспоминает Марк Гринберг. Рассказывал про тамошние чудесные горы и возвышенности, названия которых оканчиваются на Чор. И какие там прекрасные виды, и в какое-то лето он говорит, ну давай уже, поехали, увидишь, как там. Мы не смогли по какой-то причине поехать, а сам он поехал, спальник взял у меня и с кем-то поехал. Он долго вынашивал планы и хотел опять побывать у себя на родине. Со слов Венедикта объясняет Сергей Филиппов участие Ерофеева в аэрологической экспедиции на Кольском полуострове в 1976 году и свидетельствует, что Ерофеев перерисовывал себе топографические карты Кольского полуострова. Вот так ему хотелось как-то запечатлеть в памяти, или где этот Кольский. Я родом из Мурманска и сказала ему об этом, делится вспоминаниями о своей первой встрече с Ерофеевым Еленой Романовой. Глаза потеплели, мы выпили по рюмочке. Поехали на родину. Он говорил о заполярном детстве, о том, что с детства любят загадочные слова, которые произносили местные лопари, но которых нет ни в одном словаре. С грустью поделился со мной, что каждый день во сне видит Кольский. Записала в дневнике Наталья Шмелькова впечатление от одной из встреч с Ерофеевым в 1988 году в палате онкологического центра. В мемуарах о зрелом Венедикте Ерофееве, написанных Еленой Игнатовой, выразительно воспроизводится атмосфера, царившая на провинциальных железнодорожных станциях времен его раннего детства. Выяснилось и некоторое сходство в наших родословных. Его родители и моя мама родом из Поволжья, и его отец и мой служили начальниками железнодорожных станций. Я навсегда полюбила особый престанционный мирок детства, с запахом мазута, бархотками на клумбе вокруг гипсового памятника вождю, платформами дрезин и ни с чем не сравнимым стуком колес, под которые так крепко спалось. Казалось, мы чудесным образом встретились, земляки с провинциальной сельской России послевоенных лет. К произвольным с припоминанием случайных примет того мира в разговоре не было сказано о том, как трудно приживаться, а в общем и не прижились в мире, который нас окружал. Жизнь далековато отнесла нас от трагической идиллии детства, но многое было усвоено там накрепко. То, что помню и люблю я, оказалось понятным и Венедикту. Идиллического в детстве Ерофеева оставалось чем дальше, тем меньше. Но период его младенчества был для всей семьи относительно благополучным. У нас был патефон, вспоминает Нина Фролова. Пластинки покупали всякие, например, речи Ленина, замучен тяжелой неволей, это любимая песня Ильича, песня пьяных монахов и так далее. Песню пьяных монахов из оперы Мона Мариана, музыка Левитана, Либретто Толстой, оседлав совок и кочергу, любили исполнять младшие братья Борис Венедикт. В подражании Фарандули Жоржи Безе сочинил для сына собственную поросячью Фарандулу. Главный герой и рассказчик поэмы «Москва петушки». Там такие милые смешные чертенятки цапали, царапали, кусали мне животик. В записной книжке Ерофеева 1977 года приводится еще одно его любимое стихотворение детства. Гром гремит, земля трясется, попка на курице несется. О жизни и творчестве Венедикта Ерофеева вы узнаете, прочитав книгу, а найти ее можно в читальном зале и центре чтения дворца книги. А вы читали Венедикт Ерофеев посторонний? Делитесь в комментариях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова